дамы и господа сегодня мы будем тестировать микрофон для губной гармоники продайп сент-луис сейчас я покажу вам видео его распаковки вот так упакован микрофон продайп сент-луис открывается на магнитной застежки гарантийный талон и собственно сам микрофон с регулятором громкости регулятор громкости с выключателем то есть щелчок есть и трансформатор импеданса в комплекте позже я расскажу зачем он нужен сделано в китае дизайн французский микрофон низкоомный подключается стандартным микрофонным кабелем вот таким вот вот с такими разъемами которые называются xlr разъем входит очень плотно вообще вообще внешне микрофон сделан очень аккуратно так массивно ничего не болтается не шатается приятно держать в руках давайте послушаем как он звучит когда мы зажимаем микрофон в руках вместе с гармоникой на разных губных гармониках у меня не включено никаких эффектов микрофон идет напрямую в звуковую карту единственное что я сделаю я от балансирую громкость голоса и губной гармоники потому что голос естественно звучит тише начнем с низкой до лоуси гармоника ля эй гармоника рэ ди хроматическая гармоника м Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы послушаем, как этот микрофон звучит в открытом воздухе, то есть на стойке, когда мы его руками не зажимаем. Сразу скажу, что он не входит в стандартный держак под 58-й шур, он входит в держак под радиомикрофон, то есть он достаточно толстый. Низкое «до». Как вы можете заметить, звук микрофона в открытом воздухе практически не отличается от звука микрофона, зажатого в руках. Только зажатый в руках он становится громче. Это особенность данного микрофона. У него нет так называемого proximity эффекта, при котором при зажимании микрофона в руках усиливаются низкие и средние частоты. Гармоника «ля». Гармоника «ля». Гармоника «ля». Гармоника «ля». Давайте послушаем, как звучит этот микрофон через усилитель. Для того, чтобы подключить, мы возьмем шнур, который мы уже видели, и трансформатор импеданса, который шел в комплекте. Трансформатор подключаем к этому концу шнура. Микрофон к этому концу шнура. Сначала попробуем небольшой уровень гейна, низкое «до». Микрофон к этому концу шнура. «Ля». Микрофон к этому концу шнура. Микрофон к этому концу шнура. Микрофон к этому концу шнура. Ре. Как вы можете заметить, микрофон не очень сильно реагирует на каппинг. То есть разница между открытыми и закрытыми руками совсем невелика. Особенно тембральная. Теперь давайте добавим гейна. Низкое «до». «Ля». 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 Посмотрим, как работает ручка громкости. Полностью выключается, со щелчком. Давайте послушаем, как этот микрофон звучит на чистом звуке и на перегрузе уже с полной обработкой. Как максимум, что я смог нарулить. Эквализация, компрессия, реверберация, дилей. Вот все вместе. Редактор субтитров А.Семкин Мои финальные выводы по микрофону. Микрофон достаточно неплохо сделан, приятно ощущается в руках, он не чувствуется, не кажется дешевым. Этот микрофон хорошо подходит для игры чистым звуком, когда микрофон зажат вместе с гармоникой в руках. Его удобно держать, он легкий, у него есть регулятор громкости, у него хороший баланс между высокими и низкими частотами, у него практически нет proximity effect, то есть микрофон в зажатых руках и в открытых руках дает практически идентичный звук губной гармоники, отличающийся только чуть-чуть по громкости. Поэтому, если вы любите чистый натуральный звук гармоники, как он есть, то этот микрофон то, что вам нужно. Вполне возможно, что он понравится исполнителям на хроматических губных гармониках. Микрофон предоставлен фирмой Lutner, российским дистрибьютором фирмы ProDype, спрашивайте в магазинах вашего города и на маркетплейсах. Спасибо за внимание, с вами был Борис Плотников, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok